Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казоку Фэмили, и мы будем играть в русский проект, в визуальную новеллу, которая называется «Зайчик». Так что, если кто-то скажет «Зайчик мой», кто знает, может она имела в виду, этого зайчика. Приступим. Это русская визуальная новелла в стиле аниме. Надеюсь, вам понравится, ребята. Всем приятного просмотра и вперёд! Это офигенная новелла, которая мне понравилась. Приятного просмотра. Ветер всю ночь стучал в окно. Он выл в полях, словно голодный зверь. Я долго вслушивался в эти звуки, пока мне не стало казаться, будто это не один, а множество голосов, самых разных, и что они кричат, и смеются, и спорят о чём-то. Знаю, это лишь воображение, но всё же... Блядь, лисичка. Музыка тут шикарная. Даже моргают глаза. Оля уже позавтракала, и теперь хрустила печеньем так, что крошки летели через весь стол. А я никак не мог себя заставить черпнуть ложку каши. Обычно я расправлялся с завтраком куда раньше её, но теперь, после бессонной ночи, я даже думать о еде не мог без тошноты. Я долго глядел на тарелку каши, будто мог испарить её взглядом. И с каждой секундой каша становилась всё холодней и хреновее. Как медуза из передач «Жак Иба кустом». И такой же гадкой. Я отвёл глаза от тарелки, посмотрел на Олю, которая, доев своё печенье, уже с интересом поглядывала на моё. А потом я глянул на улицу. Оль, гляди! Лиса! Где? Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот... Ну-ка, доедай. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. Доедай. Совсем немного осталось. А-а-а, вот... Но всё равно не похоже. Похоже. Не-а. Похоже. Прекратите, наконец. Ну что за дети? Теперь я ничего не видел. Лиса исчезла. Ушла. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Я их в корзину положила. Возле телефона. Потеряешь ведь. Спасибо. И не было там никакой совы. Была. Глазюки огромные. Во! И светятся. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. В конце концов, она надула губы, вскочила в коридор и заптатала по лестнице наверх. Уняшка какая. Кстати, почему-то она одна единственная, похожа тут на анимешку. Не знаю, почему другие не похожи. Пару секунд спустя на весь дом раздалась начальная мелодия русалочки. Няшка. Отец только развел руками и вышел, а я остался доедать завтрак. С тех пор, как мы переехали, Оля тоже плохо спала. Первое время она просто включала посреди ночи свет и читала. Потом появилась эта сова, и вот теперь Оля отказывается спать в своей комнате. Мы пытались успокоить её, говорили, что это только дурные сны. Но теперь я уже не знаю, что думать. Могут ли кошмары быть заразными? Может быть. Прошлой ночью я лежал без сна. Слушал, как воет на улице ветер и думал о том, что через несколько дней нужно будет идти в школу. Я ещё ни разу не был новеньким, но чувствовал, что ничего хорошего меня не ждёт, особенно учитывая мои очки с толстенными линзами. Музыка супер. И вдруг в какой-то момент я понял, что слышу музыку, причём слышу её уже давно. Она словно бы сливалась с воем ветра на улице, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями на конец. Я встал и подошёл к окну скорее для того, чтобы убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь всего лишь моё воображение. Что никто не может играть там, в холодной заснеженной ночи. Так. Там в поле кто-то танцевал. Жутко. Тёмные, едва различимые фигуры прыгали, катались в снегу, ползали на четвереньках. Жутко. Они вспомнились истории о волках, играющих под луной. Капец. Но это были не волки. Они вставали на ноги, брались за руки и кружились, поднимали снежные вихри, исчезали и появлялись вновь. Ну, черти, чё. Вдруг музыка стихла, фигуры замерли, и я был в этом уверен, уставились на меня. Задёрнув шторы, я бросился на кровать, и всю ночь под окном мне слышалась какая-то возня, хлопанья крыльев и скрежет подоконников. Поэтому теперь я уже не смеялся на доле, и это... и... это её совой, вот. Терпеть не могу гостей. И кто мог прийти к нам в этой глушине, ведь здесь никого не знаем. К тому же звонили так настойчиво. Мама открыла дверь, я услышал грубые мужские голоса. Слов было неразобратно, я почему-то крепко жал ложку. Гоша, помогите мне. Ну вот, подумал я, и внутри всё жалось от неприятного предчувствия. Менты. Здравствуйте. Один из них мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотку. На ней был рыжий парень, лет восьми на фоне ковра, он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательно. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, ты из дома-то почти не выхожу. А может видел окно? Да, у тебя ведь окна на лес. В окно? Нет, не видел. Ясно. Голос его был равнодушным, а вот взгляд... Долгий, невыносимо тяжёлый, он смотрел на меня так... Почему... Как будто подозреваю в чём-то. Ясно. Вот вам на всякий случай номер. Звоните, если... Если узнаете, что... Он не сводил с меня глаз. А что им нужно было? И что с этим мальчиком? Говорят, в лесу заблудился. Его лицо стояло у меня перед глазами, и я думал о том, каково ему сейчас там, в лесу. Что чувствуют его родители. Мне вдруг стало душно и тяжело, словно сами стены давили на меня, и я накинул куртку. Пойду погуляю. Только к лесу не подходи. Логично. Нафиг-то надо сюда заходить. Интерактивчик. Чуть-чуть. Я немного походил вокруг дома, побросал снежки в забор, а потом открыл калитку и вышел в поле. Ну да. Следов нигде не было. Те фигуры были просто сном. Как же по-другому. Вороны. Анимация. Круто. Я прошел почти половину пути до леса и встал по колено в снегу, примерно там, где видел вчера эти странные танцы. Было тихо, так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль. Щурясное солнце я посмотрел на лес. На фоне ослепительной белизны он показался мне темным, как никогда. А переплетения сухих колючих веток заставляли подумать о решетках. Защищают ли они лес или наоборот удерживают что-то внутри зло? На одной из острых веток что-то висело. Я подошел ближе к самой границе леса, увидел варежку. Да, того самого мальчика. Воу-ва! Послышался далекий крик. Воу-ва! Словно сами деревья звали кого-то. Крик прокатился по полю и расселился вдали. Воу-ва! Подхватили уже ближе. Там за деревьями кто-то стоял. Прятался. Воу-ва! Я понимал, что это скорее всего один из тех, кто ищет пропавшего мальчика. Но все же было что-то странное в той фигуре. И не ее неподвижности, как она по-звериному уклонилась к земле в ее черноте. Там нет никого, это просто ветки и корни. Где-то громко захлопала крыльями птица. Ага. Я на секунду отвлекся, когда посмотрел на то же место. Фигуры уже не было. Показалось или нет? Долго, очень долго стояла тишина. Я замер готовым бежать от любого шума. От любого, пусть даже малейшего намека на движение. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Ну, я скажу так. Естественно, если мы ее возьмем, нам крындец. Если убежим, убежим. Закончится демка. Поэтому я буду сохранять вам интригу. Я просто убегу. Потому что взять кому надо, то скачать демку на компьютер, ноутбук. И пройдет этот момент. А мы заканчиваем, дорогие ребята. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Казоков Фэмили, Денис Кочерга. Как закончится демка. Желаю вам успехов, успехов и всего хорошего. Я развернулся и бросился бежать. В голове метались безумные мысли. Сейчас кто-то схватит меня с цапой, а тут тащит туда, в темноту леса. Уже у самых ворот я упал, но сразу же вскочил. Подбежал к крыльцу, я дернул ручку, беззвучно моляю, чтобы мама забыла запереть дверь. Так и оказалось. Я валился в коридор, захлопнул дверь и принялся лихорадочно щелкать замками. И в этот момент мне почудилось, что там за порогом кто-то стоит. Я слышал чье-то хриплое дыхание, чувствовал тонкий, едва различимый запах пота. Мама взглянула из кухни и удивленно усталиваясь на меня. Антон, ты чего дверью так хлопаешь? Я... я случайно. Музыка супер. Для демки. Для русской демки, для визуальной новеллы просто супер, друзья. Я посмотрел на дверь, запах исчез, исчезло и дыхание. Да, и было ли всё это вообще в реале? С каждой секундой здесь в тёплом коридоре страх становился всё дальше. И дальше, пока совсем не ушёл. Надо же, как себе я всё накрутил. Я понял, что всё ещё стою у двери и крепко сжимаю ручку. Со второго этажа послышались первые звуки мелодии Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и принялась за другие кассеты. Ностальгия. Кто знает про кассеты? Нет, ну... Я просто задумался. И о чём? Мама всё ещё улыбалась, но улыбка была уже невесёлой. У тебя всё нормально? Видел бы ты своё лицо, когда тот милиционер спросил про окно. Всё нормально, мама. Хорошо. Я разулся, снял куртку и помчался наверх. Оля лежала у самого телека на ковре. Не лежи так близко, глаза испортишь. Я прошёл к себе в комнату и упал на кровать. Не испорчусь! Прокричала Оля из зала. Испортишь. Будешь в очках ходить, как я. Она не ответила, телевизор стих, а через секунду её голова появилась возле двери. Тоша, пойдём младену смотреть? Не хочу. Она проскользнула в мою комнату и замерла у кровати. О, няшка какая! Как ей можно отказать маленькой сестричке, такой симпатичной? Я сел, подтянул колени, колени, груди. И вспомнил этот случай. Всё стояло, товарищка. Почему? Не хочу и всё. А где ты был? Пиво пил. Гулял. А меня не позвал. Тебе нельзя туда. Я к лесу ходил. К лесу? Глаза её округлились. Она подбежала к окну и выглянула на улицу. В её комнате шторы всегда задёрнуты. Да и вообще окон она старалась избегать, но сейчас в моём присутствии она расхрабрилась. А я твои следы вижу. Я не ответил. А ты мне лошадку не нарисуешь? Анимешку могу нарисовать. Хочешь? Оль, я сейчас не могу. Она обиделась. А когда сможешь? Не знаю. А в лесу не страшно было? Нет. А звери там были? Не было там никаких зверей. В общем, я громко прокричал, и не надо было это делать. Она заплакала. Значит, её губы задрожали, верный признак того, что она сейчас заплачет. Мне вдруг стало стыдно и гадко. Я встал с кровати и подошёл к ней. Русалочку посмотрим. Она шмагнула носом. Ты же её не любишь. Кто тебе сказал? Ты сам. Вчера. Я специально тебе Аладдина поставила, когда ты пришёл. Я улыбнулся. И Аладдина посмотрим. Но сначала русалочку. Пойдём. Так мило. Блин, впечатления от демки, ребят, просто офигенные. Вот сколько я её не перепрохожу, это просто супер. Просто супер. Я взял её за руку. Она протёрла рукавом глаза и засияла милой улыбкой. Пока она переставляла кассету, я сбегал на кухню за вкусняшками, и мы смотрели мультики до самой ночи. Ладно, вечером. Образ, висящий на ветках варежки, понемногу ушёл из моей памяти, и я не мог уже понять, что именно меня тогда напугало. Наконец настал день, которого я боялся больше всего. Спасибо, вы прошли демо-версию игры «Зайчик». Мы есть на сайте, в Твиттере, в Стиме и ВКонтакте. Приятного вам вечера. Надеюсь, друзья, вам понравилось. Ещё раз ставьте лайки, приглашайте друзей. И всего вам хорошего. Приятного вечера, приятного дня. С вами был Казоков Фэмили. Всем пока. Спасибо.